Доброе утро! Начинаем новый день вместе с нашим телеканалом. Меня зовут Егор Матаев. Еще один ангиокомплекс последнего поколения запустили в работу в Алтайском краевом кардиологическом диспансере. Он предназначен для выполнения сложных операций с высоким качеством визуализации. Это третий аппарат данного класса в медучреждении. Три комплекса позволят исключить временные задержки проведения рентгеноваскулярных вмешательств при одновременном поступлении нескольких больных с острыми коронарными событиями. Новое оборудование предназначено для выполнения сложных операций. Поясним, это щадящее хирургическое вмешательство, не требующее широкого операционного доступа и проводимое внутри сосудов через прокол под контролем рентгенологического оборудования. Крупные пожарно-тактические учения прошли в Новоалтайске. В них приняли участие руководители отрядов Федеральной пожарно-спасательной службы, Центра управления в кризисных ситуациях и Управления организацией пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. Условное возгорание произошло на крупном предприятии. На данном объекте сложность тушения заключалась в том, что сложное объемное планировочное решение, большая пожарная загрузка, ну и применение лакарственных материалов. Данный объект интересен нам как в оперативно-тактическом отношении. Таких объектов в Алтайском крае всего два. Бригада на объекте продемонстрировала навыки пожаротушения первичными средствами. Затем в считанные минуты на предприятии приехали сотрудники третьего пожарно-спасательного отряда. На практических занятиях отрабатывалась техника спасения условных пострадавших на объекте и поиск пожарных, ушедших в огонь в составе звена газо-дымозащитной службы. По результатам учений все цели и задачи, поставленные перед спасателями, были достигнуты. Каждый из вас может повлиять на новый облик площади Сахарова в Барнауле. Компания-подрядчик объявила открытый конкурс на лучшее визуальное решение нового корпуса АГУ, который как раз выходит на одну из главных площадей краевой столицы. Каким он будет и чем, для этого придется пожертвовать. У меня за спиной площадка для сбора мусора, небольшая автостоянка и несколько кленов, которые являются сорняковыми растениями. Именно этого придется лишиться, для того, чтобы на этом месте появился новый корпус Алтайского государственного университета. А это Андрей Суртаев, руководитель компании Архигрупп. Именно она объявила конкурс на лучшее архитектурное решение. Или как правильно? На концепцию, градостроительную концепцию нового корпуса университета АГУ. В техническом задании мы минимальное требование предъявляем к концепции, потому что детально проработать это на более длительный срок нужен. Мы определили допустимое пятно застройки, размещение объекта, это как раз вот это место. И прописали минимальные требования, которые включают в себя концепция градостроительная, анализ градостроительной ситуации и благоустройство прилегающей территории. Есть ли на самом деле чему возмущаться так называемым «зеленым»? Пропадет привычный облик, да, здесь сложившиеся застройки. Но при этом надо помнить, что это все-таки генплан определенного зона общественно-деловой застройки, да, и здесь допускается строить новое здание. Есть все исходные документы, в том числе ГПЗУ. Определено финансирование, проектирование, да, после чего будет уже финансирование строительства определенного после экспертизы. Поэтому здание будет, да, но вопрос, какой оно будет. Вот для того, чтобы определить самое оптимальное градостроительное решение, концепцию, мы проводим конкурс. На нашем сайте будут выложены все работы, можно будет проголосовать онлайн-голосованием. Итоговое решение будет принимать жюри компетентное. Состав жюри выглядит достаточно интересно и более чем компромиссно. Включены люди, которые тоже как раз и очень активно выступали и выступают против этого, в том числе и Денис Сергеевич Дегтярев. Организаторы хотели бы максимально в состав жюри привлечь, ну, все стороны. Одна из интересованных сторон – это, конечно же, рукавство университета. В новом корпусе будет и лабораторно-исследовательская база, там будут концертный зал большой, там будут творческие площадки, там будут учебные аудитории. Ну и вот как раз ответ, может быть, на опасения со стороны зеленых. Конечно, мы предполагаем там определенный зимний сад. Оранжевым выделено так называемое пятно застройки – территория, которую АГУ может использовать под строительство. А это предполагаемая площадь застройки нового учебно-лабораторного комплекса. Все проекты визуальных решений будут размещены в открытом доступе на интернет-площадках. И каждый из вас сможет отдать свой голос за то или иное решение. Константин Ганов, Анатолий Фукс, Роман Хайрулин. Новости. К этому часу у меня пока все. Я желаю вам отличного дня.